МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошедшей неделе жители Люберец отметили широкую Масленицу. Мероприятие состоялось на шести площадках городского округа. Гостей праздника ждала большая развлекательная программа. Это концерты, народные забавы, игры, конкурсы и состязания. А посетителям Центрального парка удалось еще и бесплатно насладиться главным блюдом Масленицы. Там раздали более трех тысяч блинов. Дорогие друзья, поддерживаем наших участников! Ваши аплодисменты! Самые смелые! Шины здоровые! Крепкие! Широкая ты масленица! Вот так горячо и резво открыла широкая Масленица в Люберцах. На традиционный Масленичный столб взбирались отчаянные смельчаки. Несмотря на мороз, всеми силами отвоевывали ценные призы. Старт народным гулянием дал Владимир Ужицкий. Сегодня желаю всем хорошего настроения, веселья, отдыхайте, набирайте сил. Сегодня я хотел бы вам пожелать искренне благополучия, здоровья, радости. И искренне желаю вам сегодня хорошего, такого веселого, праздничного дня. Именно такими и получились проводы зимы. Все шесть парков Люберецкого округа в этот день превратились в сплошную масленичную ярмарку. С народными песнями, хороводами и выступлениями фольклорных коллективов, которые съехались на праздник со всей страны. Масленица – это самый лучший, один из самых древних наших праздников. И сохранение наших традиций – это самое главное. Поэтому, дорогие друзья, всех с праздником, приходите к нам, выходите гулять. Каждый житель на празднике мог найти себе развлечение по вкусу. Программа народных гуляний в Люберцах была богата и разнообразна. Это и интерактивные выставки ремесленных промыслов, и ярмарка с тематическими товарами, и хендмейд – изделия от люберецких мам. Мы поздравляем всех с Масленицей. Это действительно очень хороший праздник, веселый, поднимает настроение. Все улыбаются, все поют веселые песни. Желаем всем самое главное – здоровья. Ну и всех, чтобы все получалось в жизни. Настоящий праздник живота, души и солнца. Традиционно в этот день отмечать Масленицу вышли просто тысячи люберчан, свежий воздух и, конечно, мастер-классы. К примеру, те хозяйки, которые, ну, допустим, не научились готовить блины, могут этому научиться. Скажите, что самое главное в приготовлении блинов? Самое главное – хорошее настроение и хорошее тесто. Оно – это две составляющие успеха, без которых блинов не будет. Даже если блин получился комом или подгорел, если его делают с любовью, с шуткой, все равно он будет вкусный, и родные с удовольствием его скушают. Так в этот день можно было не только посмотреть, как пекут блины, но и на практике освоить тонкости – приготовление главного блюда Масленицы. Пошел, 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 переворот! Ура! Какой красавчик! Самый вкусный, самый красивый блин на Масленице! И все, сейчас привозь. Так, вот, 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 вообще получил! Ура! Ароматное и свежевыпеченное блюдо также досталось счастливчикам во время концерта. Только в Центральном парке на Широкую Масленицу раздали более трех тысяч блинов. К ним подавали чай из настоящего русского самовара на дровах. Поистине широкая Масленица сегодня в городском округе, во всех парках. Посмотрите, сколько народа, какое веселье! Здесь и народные традиционные забавы. И что я заметил, год от года все больше и больше людей, участников. Сколько детворы, которые тоже перенимают вот этот опыт народного промысла. Кроме того, на крупных площадках округа организовали настоящие реконструкции средневековых боев. Гости мероприятия могли поддержать оружие прошлых лет и пообщаться с воинами. А от ледяных горок в Наташинском парке у Люберчан захватывало дух. Там жители ловили уходящую зиму за хвост и наслаждались снежными забавами. Мы на горках катаемся, Масленицу широкую отмечаем, танцуем, концерт смотрим. Как настроение? Настроение отличное, веселое. А еще русские игры, традиционные состязания, прогулки на конях и блинное шоу. Всего в этот день в Люберецком округе прошло более сотни мероприятий. Окончание Масленичной недели, конечно, символизирует уход зимы и приход всеми долгожданной весны. Ну что ж, начало положено и чучело горит. Древнерусский обряд на Наташинских прудах совершил глава Владимир Ужицкий. Сегодня, как и те времена, это важное дело доверяют только самым ответственным. Ведь тогда верили, что через сожжение Масленицы можно избавиться от любых бед и невзгод. Именно поэтому само чучело изготавливается по образу и подобию человека. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. К другим новостям. О минувшей неделе глава Люберец Владимир Ужицкий выступил с ежегодным отчетом, в котором подвел итоги работы за 2017 год и обозначил задачи социально-экономического развития округа на год текущий. В конференц-зале администрации собрались порядка 500 человек. Наша съемочная группа тоже была там. Подробности в материале Марии Лапочевой. Этот отчет первый в пока еще молодой истории городского округа Люберцы. Конечно, вместе с административным преобразованием муниципалитета претерпели серьезные изменения и все сферы жизнедеятельности общества. Именно об этом и говорил Владимир Ужицкий в начале своего выступления. В результате преобразования мы сократили численность чиновников на 35%. Экономия бюджетных средств составила более 270 миллионов рублей. Конечно, основной пласт в отчете главы заняли вопросы ЖКХ. Ни для кого не секрет, что за прошлый год по программе «Мой подъезд» в округе отремонтировали 1298 объектов. В части из них реализована программа «Доступная среда». Кстати, в прошлом году Люберцы вошли в пилотный проект по ее развитию. Стоит отметить, что городской округ также вошел и в пятерку муниципалитетов области с единой диспетчерской службой ЖКХ. Кроме того, в округе активно ведутся работы по благоустройству придомовых территорий, устанавливаются детские игровые и спортивные площадки. На примере нашего округа в рамках губернаторской программы были реализованы два проекта. Это первый этап реконструкции Центрального парка культуры и отдыха и обустройства пешеходной зоны на улице Смирновской. Что касается парка, там сегодня обустроены входные группы, тропиночная сеть, клумбы и цветники. В своем отчете Владимир Ружицкий не оставил без внимания и животрепещущую тему дорог и транспортной доступности в округе. По его словам, в этих направлениях в прошлом году велась активная работа, которая будет продолжена и в 2018-м. Мы отремонтировали 25 дорог общей протяженностью 13,7 километров. Одной из главных проблем нашего округа является высокая загруженность дорог, пробки и неудовлетворительное транспортное обслуживание микрорайонов новостроек. И сегодня известны пути решения самых острых из этих проблем. Это и реконструкция Октябрьского проспекта, проект, который уже разрабатывается, и строительство дороги Урал-5 в обход поселка Октябрьский. Особое место в отчете главы заняли вопросы строительства жилья и реконструкции ветхих домов. Кроме того, он говорил о здравоохранении, спорте, образовании, социальной и молодежной политике в округе, экологической обстановке в Люберцах. На мероприятие собрались около 500 человек. Некоторые из них поделились с нашей съемочной группой впечатлениями после выступления главы. Для меня, как человек, отвечающий за социальные коммуникации, конечно, очень приятно. И хотелось бы отметить, что Ваим Петрович всегда уделяет большое внимание гражданскому обществу работы с молодежью. И сегодня эти направления были тоже отмечены. И Владимир Петрович, и я видела в зале людей, которые каждый день являются нашими, в хорошем смысле слова, контрагентами правительства Московской области, тех, кто работает с гражданским обществом. Знаете, мне счет очень понравился, он был очень динамичным, все слушали очень внимательно, потому что многое, что сделано в нашем округе, видно не вооруженным глазом. Кроме того, глава сказал то, что не видно, то, что под землей, да, сколько сетей поменено, сколько модернизировано и так дальше. А что очень порадовало, я вам скажу, то, что на следующий год темпы не уменьшаются, задачи ставятся не меньше, чем были в этом году. Добавлю, приоритетными направлениями деятельности власти по-прежнему остаются вопросы ЖКХ, дорог и социальной сферы в округе. Мария Лапчева, Никита Скраган, Александр Богданов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Накануне отчета Владимир Ружицкий встретился с коллективом Люберецкого городского жилищного треста. Во время рабочего визита глава муниципалитета пообщался с сотрудниками об особенностях работы коммунальных служб в зимний период. ЛГЖТ – одна из крупнейших люберецких управляющих компаний, которая обслуживает более 800 многоквартирных домов округа. Соответственно, и работы у организации значительно больше, чем у других. Зимой на расчистку снега во дворах ежедневно выходят 30 единиц специализированной техники и 400 человек, которые работают вручную. В ЖКХ критикуют круглый год, а зимой особенно, потому что снег вовремя не убирается, сосульки висят, где-то в квартире тепла нет, порой электричество пропадает. И у ЖКХ всегда есть вопросы, всегда есть какие-то проблемы. И главное, когда эти проблемы, эти вопросы решаемы. Девиз компании – житель всегда прав. Именно поэтому сотрудники люберецкого отреста по возможности стараются быстро реагировать на обращения горожан, держать ситуацию на контроле. За продуктивную работу глава округа поблагодарил коллектив и пожелал не останавливаться на достигнутом. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ С руководителями управляющих компаний провел встречу и депутат Московской областной думы Игорь Каханый. На ней обсудили проблемы жилищно-коммунального комплекса и пути их решения. Причиной стало резкое повышение количества обращений жителей в госжилинспекцию. Люберц, городской опух, показал очень большую динамику по обращению в надзорные инстанции за 2017 год. Обращение граждан. Уважаемые коллеги, в этом случае жители как раз таки выражают свое негативное настроение именно к управляющим организациям. Коммунальщиков призвали отнестись более внимательно к работе с населением. Ведь от этого и зависит взаимопонимание и доверие между управляющей компанией и жильцами. Также депутат Игорь Каханый рассказал о долгах на газ и электричество в Московской области. К сожалению, на этот день у нас по сравнению с прошлым годом на полмиллиарда задолженность в области выше. По области пошли массовые отключения электроэнергии, потому что там задолженность выросла. Вот муниципалы вместе с предприятиями стали платить за электроэнергию, но газ денег не хватило. Вот текущая задолженность на сегодняшний день у нас выросла. В свою очередь руководители управляющих компаний интересовало, как бороться с должниками по коммунальным услугам, а также вопросы по применению тарифов и уравняют ли цены на воду в поселках городского округа. Тариф сегодня утвержден на три года, комитет по ценам и тарифам. Я недавно разговаривал с комитетом, они тоже разговоры такой, что он будет дифференцированный, то есть сразу не будет решен вопрос, а по октябрьскому, по городскому, то есть частично он будет снижен в части водоотведения. На все вопросы чиновники постарались найти ответ, а также разобраться с проблемными моментами. Игорь Каханый напомнил о своей готовности к взаимодействию. Я для всех открытый, жду приглашения в отдельно взятые ТСЖ, в отдельно взятую управляющую компанию, во дворы. Готов отчитаться о своей деятельности и помочь нашим председателям повысить сознательность наших граждан. Встреча состоялась в конференц-зале Люберецкого городского жилищного треста. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Между тем, работа в управляющих компаниях идет полным ходом. Так, например, в домах микрорайона 7-8 проводят косметический ремонт подъездов. В перечень работ входит покраска стен, потолков, замена окон, входных групп, а также модернизация освещения. Как управляющая компания справляется с такими задачами, узнавала наша съемочная группа. Под присмотром управляющей компании «Пиккомфорт» 72 многоквартирных дома. Большинство из них расположено в микрорайоне «Красная горка». Первые новостройки появились здесь 8 лет назад. Сегодня некоторые из них нуждаются в косметическом ремонте. У нас есть понятие «локальный ремонт». Если где-то какой-то граффити мы выявили, который мы сразу закрашиваем, где-то стекло разбили, также мы это стекло сразу же оперативно меняем. Все, что касается каких-то таких глобальных работ, что касаемо косметического ремонта. За 2017 год нам удалось отремонтировать 68 подъездов. Например, в этом подъезде произвели полный перечень работ. Заменили освещение, стекла, а также покрасили стены, потолки, двери и стволы мусоропроводов. Цветовую гамму сотрудники управляющей компании согласовывали с жителями дома. Стало намного лучше, чище, приятнее на самом деле. Все светло, все хорошо. Хорошо освежили, побелили, покрасили стены, особенно личные пролеты. Ну а так, обычный косметический ремонт, который сделан достаточно качественно. Сотрудники «Пиккомфорт» уже приступили к выполнению плана на текущий год. На данный момент работа проводится в трех домах по улице Наташинская. Там заменили входные двери и уже ремонтируют лестничные площадки. Работа со стеклами на межтамбурных дверях проходит постоянно. Причиной замены может послужить даже самая маленькая трещина. Мы поменяли в районе 700 стекол. Определенное количество дверей ушли под замену как входных, так и межтамбурных. Прошло остекление практически всех наружных контуров по зданиям. У нас сейчас практически нет разбитых стекол, которые идут в процессе. Мы их сразу же заказываем и заменяем. Завершить работу на этих объектах планируется уже к середине апреля. Всего в этом году в микрорайоне 7-8 преобразятся 74 подъезда. Луиза Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Иногда управляющим компаниям помогают и надзорные ведомства. Акция «Тропинка к дому» прошла в 18 муниципальных образованиях Подмосковья. Инспекторы Госадомтехнадзора помогли одиноким пенсионерам, проживающих в частном секторе, расчистить снег во дворах. Об этом сообщает местный портал РИАМа, цитируя начальника ведомства Татьяну Витушеву. Помощь волонтеров за снежные выходные получили около 200 маломобильных и пожилых граждан. Сотрудники Госадомтехнадзора очищали от снега дворовую и прилегающую к дому территорию. Акция «Тропинка к дому» прошла в Егоревске, Люберцах, Домодедове, Луховицах и многих других муниципальных образованиях. Напомню, что 2018 год объявлен президентом России годом добровольца и волонтера. В прошлом году жители Подмосковья представили в налоговые службы 452 тысячи деклараций о доходах. По оценкам специалистов это на 9% больше, чем годом ранее. Такие цифры прозвучали на расширенном заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Московской области. Там подвели итоги работы за 2017 год и поставили задачи на текущий. Подробности далее в сюжете. В 2017 году налоговые службы столичного региона мобилизовали в бюджет Российской Федерации более 750 миллиардов рублей. В 2016 году эта цифра была меньше на 84 миллиарда. Увеличилось и поступление страховых взносов. В прошлом году они составили 335 миллиардов рублей. Всего в бюджет Московской области в 2017 году мобилизовано 473 миллиарда рублей. Наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц на 23 миллиарда, на прибыли организации примерно на 21 миллиард, а также по налогу на добавленную стоимость на 20 миллиардов рублей. Установленные годовые плановые задания по мобилизации налоговых поступлений в областной бюджет и местный бюджет выполнены в полном объеме. На долю областного бюджета пришлось 21,2 миллиарда рублей. На долю местного бюджета 5,4 миллиарда рублей. На расширенном заседании коллеги отметили, что в регионе значительно повысилось качество обслуживания налогоплательщиков. Большинство услуг оказывается с помощью телекоммуникационных технологий. Например, онлайн-записью на прием в налоговый орган в 2017 году воспользовались более 120 тысяч человек, а за все время его работы – 450 тысяч. А к сервису личный кабинет налогоплательщика имеют доступ более 1 миллиона физических лиц. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей общественного транспорта на наличие документов и исправность тахографов. Оперативно-профилактическое мероприятие проходит по всей территории обслуживания Люберецкой госавтоинспекции. Оно продлится до 25 февраля. Также инспекторы проверят организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и техническое состояние автобусов. Кроме того, сотрудники ГИБДД обратят внимание на соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, а также выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов. Сотрудники госавтоинспекции отмечают, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах рекомендовано держаться за поручни и находиться на местах, предназначенных для пассажиров. Даниил Михайлов, Луиза Егезарян, телеканал ЛРТ. О других темах. В Люберецкой администрации наградили игроков футбольного клуба «Люберцы». Кубок и медали им вручили за второе место в третьем дивизионе по группе А. Торжественную церемонию провел глава Владимир Ружицкий. Он поставил перед спортсменами амбициозную задачу в следующем сезоне стать первыми. Это игроки футбольного клуба «Люберцы». 24 молодых парня всю жизнь отдали спорту. В этом сезоне они вторые в третьем дивизионе по группе А. До первого места им не хватило всего двух очков. Я считал и считаю, что по тому уровню мастерства, который показывала в этом году наша команда, команда по своему составу была лучшей в сезоне. Но я говорю, небольшая недоработка у нас в начале турнира. Из-за этого мы не смогли догнать первую команду, хотя намного больше очков набрали ее во втором круге. Задача на следующий сезон стать первыми. Команда настроена решительно. Для этого не пожалеет ни сил, ни времени. В спорте я сомневаюсь, что есть элемент удачи. Все-таки если тренируешься, занимаешься, у тебя могут быть результаты. Но, видимо, кто-то, первое место заняла команда из Обнинска, видимо, кто-то приложил чуть больше усилий. Наша задача проанализировать свои ошибки, посмотреть, что сделала команда с первого места, учесть это. В новом сезоне он начнется 14 апреля. В планах у местных властей создать футбольные клубы в школах, а также сформировать дублер основной команды – молодежку. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И еще немного о спорте. В школу с ГТО соревнования по плаванию для дышка лет впервые прошли в Люберцах. Дети подготовителей группы из шести детских садов округа выполнили нормативы ГТО первой ступени, а также показали номера акваэробики. Маленьких спортсменов ждали первые медали, которыми их наградил глава округа Владимир Ружицкий. В субботний день в саду самолетик оказался богат на события. Перед соревнованиями отмечали масленицу. Гости, малыши и их родители зарядились доброй энергией и поели блинов. А для детей это стало разминкой перед плаванием. Затем все переместились в бассейн детского сада, где глава округа открыл соревнования. Я, конечно же, очень рад приветствовать в первую очередь ребятишка вас. Вы все спортсмены? Да! Спортсмены. И, конечно, рад здесь видеть ваших родителей, потому что я думаю, что сегодня родители просто гордятся вами, что вы такие все спортивные. Более 40 маленьких пловцов от 5 до 7 лет из 6 дошкольных учреждений продемонстрировали все свои умения в поведении на воде. Сегодня у нас соревнования прошли в двух номинациях. Это соревнование было по акваэробике и соревнование просто на скорость плавания и на технику. Дети выполнили нормативы первой ступени в рамках проектов «Школа с ГТО. Этап плавания». Всего нормативы «Готов к труду и обороне» сдадут около 4 тысяч дошкалятцев всего городского округа Люберцы. Нормативы первой ступени – это чисто проплыть, сделать какие-то элементы. Это только по плаванию. Дальше они перейдут в спортивный зал и будут выполнять наклоны, приседания, отжимания. То, что положено по нормативам. Все дети, которые принимали участие в этих соревнованиях, они все готовы. Они все спортивные, сильные и готовы выполнить, я думаю, все на золото. Маленьких участников и победителей наградили грамотами, медалями и кубками. После чего в саду состоялось открытие музея спорта, где собраны фотографии олимпийских чемпионов, а также награды воспитанников и воспитателей детского сада «Самолетик». Там для детей будут проводить занятия по спортивной истории. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Подготовка к выборам тоже проходит в спортивной атмосфере. Избирательная комиссия региона провела акцию «Подмосковье выбирает». На минувшей неделе люберцы приняли лыжную эстафету от городского округа Дзержинский. В рамках мероприятия нашим спортсменам в торжественной обстановке передали избирательный бюллетень Московской области. Этот избирательный бюллетень начал путешествовать по югу Подмосковья несколько дней назад. Он уже побывал в Орехово-Зуево, Электростале, Балашихе и многих других муниципальных образованиях. Напротив каждой из них стоит выборная галочка. Вот и до Люберец дошла очередь. Накануне городской округ принял эстафету от Дзержинского. Сегодня передает ее соседнему Лыткарину. А все аплодируют! Ура, товарищи! А Люберецкие школьники тем временем готовятся к лыжной гонке. Им необходимо преодолеть небольшую дистанцию на территории Центрального парка. Главным судьей соревнований выступил директор спортивной школы Павел Софин. Таким спортивным методом Люберецкая молодежь призывает жителей округа прийти 18 марта на выборы президента. Как будущие избиратели, они отмечают важность этого события. Это важно, потому что от этого зависит наше будущее, будущее нашей страны, развитие, образование. Марафон «Подмосковье выбирает» прошел в Люберецком округе не так, как везде. Организаторы акции внесли забавное новшество. Предложили студентам разрисовать аэрозольной краской специально отведенные автомобили. Тема рисунков и надписей должна быть связана с предстоящими выборами. Идея классная. А самое главное, что Люберец опять впереди планеты всей. Вот угробить два автомобиля, это только мы могли придумать. Так что я всех ребят поздравляю с хорошей погодой, с хорошим настроением. И то, что у нас сегодня просто замечательный праздник. Хочется, чтобы именно эта акция стала таким приглашением наших избирателей на выборы, нашей молодежи на выборы. Поэтому мы с удовольствием всех приглашаем 18 марта прийти и сделать свой выбор. Такой одновременно творческий, спортивный и яркий марафон продлится до 18 марта. К этому времени во всех уголках Московской области прозвучит лозунг «Подмосковье выбирает». Луиза Игазырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. 16 февраля Анне Грамолиной, заслуженному врачу РСФСР и почетному гражданину Люберецкого района исполнилось бы 100 лет. По этому поводу в гимназии интерес на минувшей неделе прошел памятный вечер. На мероприятии коллеги и родные вспоминали заслуги и неоценимые человеческие качества основательницы местной системы здравоохранения. Нескромно, но я скажу, что вы знаете, на мой взгляд, это лучший главный врач. Так как Анна Фролана умела предвидеть ситуацию, так как Анна Фролана умела разрулить тогда, когда ситуации трудные. Несмотря на то, что она была большим трудоголиком, всегда находила время на семью. Детям и внукам смогла передать свою любовь к медицине. Дочь Анны Грамолиной признается, заслуги ее матери сложно переоценить. Ведь кроме большого профессионализма в ней прекрасно уживались и человеческие качества. Сегодня те, кто работали с Анной Фроловной, говорят, что больше таких врачей не знают. Ее очень любили в районе все больницы. Ее звали вообще-то мамой. Она была наставницей, она оберегала молодых, учила, как надо быть руководителем. Поэтому я очень много переняла Анны Фроловной. И благодаря, конечно, вот именно ее вот таким деловым и человеческим качествам район, в общем-то, был на хорошем счету. Анна Грамолина основала Люберецкую систему здравоохранения, которой начала руководить в начале своей карьеры. После более 50 лет возглавляла Ухтомскую больницу. И эту сложную работу всегда совмещала с врачебной деятельностью терапевта. Интереснейшие вещи делаются ребятами и педагогическим коллективом в этой гимназии. Я очень благодарна коллективу педагогическому, ребятам, которые изучают опыт и хранят традиции Люберецкого нашего округа. И будут дальше из года в год передавать свои знания и опыт. В гимназии «Интерес» уже несколько лет открыт музей, где целая экспозиция посвящена медицине и, собственно, заслуженному врачу РСФСР. Помимо этого в учреждении работают профильные классы, в которых учатся 40 ребят, мечтающих спасать жизни людям. Вдохновляет, безусловно, потому что это женщина, которая смогла достичь таких высот, достичь славы. И тоже было такое стремление стать главврачом. А завершился вечер памяти символичным событием. Организаторы мероприятия подписали соглашение о сотрудничестве гимназии с учреждениями здравоохранения городского округа Люберцы и управлением образованием муниципалитета. Анна Троян, Митрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Школа номер 28 на один день превратилась в большую площадку для квеста. Там устроили военные патриотические испытания, посвященные Дню защитника Отечества. Ребятам предстояло пройти различные задания на девяти станциях, где нужно было проявить не только интеллектуальные, но и физические способности. Знают все запчасти автомата Калашникова, памятные даты нашей страны, имена великих полководцев, битвы, основы медицины и военного дела. Для того, чтобы заработать баллы в патриотическом квесте, мало быть обычным школьником. Своих младших товарищей к непростым испытаниям готовили самые примерные старшеклассники. А уже в день Х юные учителя проверили, как усвоили знания у детей. На всех девяти этапах старались не помогать, но поддерживали морально. Мы в любое свободное время пытались их забирать с уроков, с которых их отпускали, и ходили репетировать, работали над строевым шагом. Они, конечно, сначала вообще не слушались, но потом сказали, что там будут соревнования, что нам нужно опередить всех, показать, какие мы самый лучший класс. Но квест в 28-й школе – это не только проявление интеллектуальных способностей. Ребятам предстояло пройти полосу препятствий, где высокие баллы получили только самые ловкие и выносливые. Однако, по словам многих участников, самым сложным для них стал смотр песни и строевой ходьбы. Здесь важна сплоченная командная работа и наработанные навыки. Однако это испытание команде 6-го В далось намного легче, чем другим ребятам. Ведь у них в классе учатся 24 мальчика. Также они успешно справились с заданием на знание достопримечательностей России и истории своей родины. У нас большие шансы на победу, потому что мы едины и мы вместе. Для нашей команды была самая сложная станция – это герои войны, потому что было очень много трудных заданий, но мы справились с ними. 28-я школа в микрорайоне Люберца открылась совсем недавно. И, как говорят педагоги, военно-патриотическая игра позволила ученикам не только проявить свои способности и сплотить классы, но и подружиться с другими учениками школы. В школе мы детей не только образовываем, но и воспитываем всесторонние эстетики, как они выглядят, приходят команды, как они ставят плечо помощи другу своему. Здесь ребенок чувствует, что товарищ ему помогает, старшеклассник выручает. То есть это всестороннее развитие учащегося. Всего в испытаниях, посвященных 23 февраля, поучаствовали 300 ребят с 5 по 7 класс. Победители и призеры состязаний получили кубки, грамоты и звания первых победителей военно-патриотического квеста. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. «Мир в наших руках» – под таким лозунгом у Дворца детского и юношеского творчества прошла защита исследовательских работ по пожарной безопасности. Мероприятие прошло в рамках областного фестиваля «Детям Подмосковья. Безопасную жизнедеятельность». «Наш девиз – в любой проблеме скажем «нет! Безопасность жизни зелёный свет!» Научно-практическую конференцию открыли воспитанники Люберецкой школы номер 7. После выступления гидбригады началась презентация участников. Такое мероприятие в области пожарной безопасности в Люберцах проводят впервые. Заявки на участие подали 14 общеобразовательных учреждений. Так как это первый раз мы проводим, я так думаю, резонанс пойдёт. И это очень интересно, и в следующем году работ будет больше. Творческие проекты школьников распределили по двум номинациям – научно-исследовательская работа и пожарная безопасность. Некоторые ребята подготовили доклады о спасателях-героях, погибших во время тушения огня. Героические действия совершаются ежедневно пожарными. Но почему-то их имена не знают многие люди. Кроме сотрудников управления образованием и педагогов, работы участников оценивали представители МЧС. Ваши работы будут оцениваны максимально объективно, потому что наша основная задача, чтобы на области те работы, которые будут представлять Люберецкий округ, заняли, ну как минимум, вошли в тройку лучших. Помимо научно-практической конференции, ежегодный фестиваль детям Подмосковья «Безопасную жизнедеятельность» включает в себя и другие конкурсы. Они проходят в течение всего учебного года. В частности, Люберецкие школьники неоднократно занимали призовые места в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, в конкурсе творческих работ и многих других испытаниях. Лиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. 60 лет исполнил из Красковской школы номер 55. Подвести итоги проделанной работы, поставить новые цели на будущее, а также поздравить друг друга. В этот торжественный день собрались ученики и учителя, депутаты и представители администрации, а также выпускники. Юбилей отметили ярким концертом творческих коллективов школы. День рождения родной школы. Праздник, согревающий душу теплыми воспоминаниями. Иван закончил ее 25 лет назад и сегодня с теплом вспоминает это яркое время. Где-то здесь в Красково, где-то здесь в районе этих карьеров, в районе этих улиц, в районе в первую очередь улицы Школьной и 55-й школы, которую много лет руководил мой отец, корички Сергей Иванович. А школа, в которой, наверное, получилась самая, ну если самая, то одна из самых важных историй в моей жизни, история человеческая. Искренние поздравления звучали от депутатов и работников администрации, от ветеранов и выпускников. Кстати, многие педагоги когда-то тоже были воспитанниками 55-й школы. Всех их наградили грамотами, цветами и подарками за тяжелый и добросовестный труд. Школа держит все показатели. Результаты по ЕГЭ у нас очень достойные. И мы будем стараться и держать марку школы 55, как Сергей Иванович всегда говорил, школы с двумя пятерками. Будем работать и учиться только на пять. Из этой школы вышли и художники, и скульпторы, и музыканты, и авторы, и поэты, и писатели, и замечательные совершенно инженеры не только человеческих душ, но и люди, запускающие в космос космические корабли. Главным подарком для всех стал яркий концерт, где танцевальные и вокальные коллективы показали свои лучшие номера. В завершении учителя и ученики вместе поднялись на сцену исполнить заключительную песню, посвященную любимой школе. Данил Михайлов, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. И завершая наш выпуск, слушайте, товарищи потомки. Литературный марафон, посвященный творчеству Владимира Маяковского, стартовал в округе около двух недель назад. За короткий срок он собрал вокруг себя немало ценителей творчества известного советского поэта. Продлится марафон около полугода, а завершающий этап состоится 19 июля, день рождения Маяковского. Марафон стартовал 6 февраля. За время его проведения организаторам уже есть о чем рассказать. На нескольких площадках прошли литературные чтения стихотворений поэта. Мы с ребятами читали стих Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Мы с ними долго и жадно обсуждали стих этот, что хорошо, что плохо. Вытирали грязь со счетчиков, если вы помните, такие строчки. Говорили о том, как можно обращаться с книжкой. И все это на примере творчества Владимира Маяковского. Идейными вдохновителями создания литературного марафона стали школьники. И, как отмечают организаторы, это не может не радовать. Эту идею подсказали сами подростки, которые вышли с такой инициативой, что они хотят читать рэп-тексты. Сами их пишут и хотят сами исполнять. Но когда мы их прослушали, конечно, нам как-то стало немножечко, может быть, не по себе. И мы им предложили, что очень хорошо на рэп, на эту музыку уложатся стихи Маяковского. Давайте попробуем. И попробовали. Так что заинтересованных оказалось немало. Например, как Анастасия Игнашова, ученица девятого класса. Для нее Маяковский благодаря урокам литературы стал любимым поэтом. И, по ее словам, в литературных чтениях она не смогла просто принимать участие. У меня почему-то сразу пришла идея сделать какой-то символ, привнести свой вклад в этот литературный марафон. И я предложила Ирине Николаевне сделать эмблему. И сразу пришло вдохновение. Я начала творить. Руки сами рисовали. И за достаточно короткое время получилась, по-моему, прекрасная эмблема. Марафон продлится до 19 июля, когда к 125-летию со дня рождения поэта состоится финал. В этот день исполнят не только полюбившиеся стихотворения Маяковского, но также гости мероприятия смогут поделиться и своим творчеством. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова